Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском, главное за 7 минут. В студии Любовь Горчакова и сейчас коротко на главном. 3,5 миллиона репатриантов – стратегическая цель Израиля на ближайшие 10 лет. Об этом заявил министр обороны Авикдор Либерман. По его мнению, еврейскому народу в диаспорах за пределами Израиля грозит полное исчезновение из-за ассимиляции, которая достигает 60%. Сейчас для укрепления еврейского государства усилия правительства направлены в сторону программы «Наале-16», которая предоставляет школьникам, имеющим право на репатриацию, возможность завершить образование в Израиле и получить аттестат зрелости, признаваемый во всем мире. Израильские дзюдоисты выступят в Арабских Эмиратах под своим национальным флагом. Об этом сообщила Международная ассоциация дзюдо. Государственная символика будет присутствовать везде – на сайте турнира «Большой шлем», в трансляциях и при награждении. В начале августа этот турнир был отменен председателем Международной ассоциации дзюдо Марисом Вайзнером из-за запрета арабскими странами выступлений израильских борцов под бело-голубым флагом. Теперь, после переговоров, организаторы турнира с арабской стороны дали добро. Если израильский дзюдоист завоюет золотую медаль, то «Атиква» впервые прозвучит на Аравийском полуострове. Более двух тысяч израильтян, собиравшиеся отметить рожь Ашанаб-Умани, стали жертвами аферистов. Компания, которая продавала авиабилеты на Украину, накануне вылета объявила об отмене сделок. Три человека задержаны по подозрению в мошенничестве. По оценкам следствия, они заработали больше миллиона долларов. Фальшивые билеты стоили 635 долларов. Полиция просит всех, кто воспользовался услугами компании Европним, явиться в ближайшее полицейское отделение и подать жалобу. Активный совместный отдых – залог формирования успешной команды. Поэтому ребята из молодежного клуба «Стмэгги Джуньор» каждую неделю стараются придумать что-то интересное. Квесты, лазертак, уроки живописи. В этот раз молодежь решила испытать себя на гоночной трассе. За заездами на картах понаблюдал наш креспондент Степан Деньгин. Первыми гонять на рамах с мотором, но без кузова, придумали американские летчики после Второй мировой войны. Ради развлечения они носились по летному полю на тележках для подвоза авиабомб. Позже эта забава стала настоящим видом спорта, со своими чемпионами и скоростями до 260 км в час. Но сам гоночный болид сохранил свое название. В переводе с английского карта означает просто – тележка. У карты есть только две педали – газ и тормоз, никакой коробки передач, но скорости нешуточные. После короткого инструктажа – бой! Пойти погонять на картах предложили девушки из Тнеги Джуниор. Идея понравилась и ребятам. Элина приехала на трассу в торговом центре авиапарк на собственном мотоцикле, который водит пятый год. Она, кстати, показала лучший результат среди девушек и уступила только одному участнику. Это очень прикольно, потому что это такой азарт. Классное ощущение управления чем-то. И одар-то, когда кто-то видит, что кто-то может быть лучше тебя, и ты сразу так – пчх. Оказалось, что девушки, даже больше, чем парни, любят толкаться на трассе. Иногда случались и столкновения. Но целыми оказались и люди, и машины. На картинге я в первый раз, как, в принципе, и за рулем вообще. Там очень опасный участок дороги есть, в который вписываются не все. А для такого новичка, как я, это было, ну, так, сложновато. Не стесалась в поворот. Вообще, учитывая то, что у меня есть права, но для меня было сложно немного на такой скорости, ну, так скажем, разворачиваться. Потому что очень территория маленькая, но захватывающее ощущение. Французская тележка с двигателем 9 лошадиных сил от японской газонокосилки вполне серьезный гоночный болид и может разогнаться до 100 км в час. Но главное тут не скорость, а умение оптимально выстроить траекторию карта, поменьше тормозить и ловко уходить от наседающих соперников. Во-первых, нужно представлять, как войти в этот поворот, взять шире или взять уже и на шаг быть впереди. То есть перед тобой едет машина, она в любой момент может ее развернуть. Должен это все в голове прокручивать и понимать, как ты уйдешь от этого. Победитель двух заездов и лучший гонщик с Мэгги Джуниор Эрнест так увлекся, что захотел непременно выполнить норматив для получения клубных прав, которые дают возможность гонять на более мощном карте. Самое сложное, на самом деле, гонять круговых. Они не дают себя обогнать. Трасса, она узкая, и нужно как-то втиснуться. И еще кто-то сзади едет, пытается тоже обогнать. И начинается какая-то суета, на самом деле это весело. Сегодня собралось большое количество молодежи, в том числе и новые лица. Классно провели время, получили много драйва, собралось много ребят. Было весело, энергично, размялись. Многие из нас сегодня первый раз попробовали это. Некоторым даже одного раза было мало, и пришлось запускать их на второй, третий круг. Сейчас мы начнем новый опрос. Если есть желание присоединиться, наша группа ВКонтакте, социальные сети, номера у всех есть. Пишите, звоните, будем рады. Небеса пылают. История запрета первой оперы Маше Мильнера. Биография и творческий путь еврейского композитора в подробностях на лекции Давида Бенгершона. Детали в следующем сюжете. Маше Мильнер – композитор и дирижер, постановщик спектаклей Биробиджанского государственного еврейского театра. Когда Маше было 10, его звали Миша Мельников. Он был сиротой и работал певчим в хоре Хазана Мараговского Киевской области. После Петербургской консерватории он дирижировал хором Общества еврейской музыки, военным оркестром. Хором Петербургской большой синагоги был музыкальным руководителем Харьковского еврейского театра и еврейского вокального ансамбля в Ленинграде. Нигуни Млаад – сообщество энтузиастов, которые возвращают израильтянам классическую еврейскую музыку. На встречах рассказывают об истории создания лучших еврейских музыкальных произведений. На этой лекции говорили о загадочной опере Маше Мильнера на идише «Небеса пылают», которая звучала всего два раза, после чего ее запретили советские цензоры. Об опере гениального еврейского композитора Маше Мильнера, которая, в общем-то, считается утерянной. Она с большим успехом прошла в 1923 году в помещении Большого драматического театра, но после двух премьерных спектаклей она была запрещена навсегда. После Маше Мильнера, как и после многих еврейских композиторов, остался богатый, не до конца изученный музыкальный материал. Музыколюбы из Амуты Нигуни Млаад считают, что обязательно должны рассказать публике о наследии еврейской классической музыки, ведь это поможет лучше понять современную израильскую. На этом у нас все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин